Главные новости. Остановка эмиграции в США. Вот я, например, сейчас прохожу кафешку, видите, все закрыто. Люди выходили с плакатами примерно такого содержания, что умерло всего 43 тысячи, а без работы осталось 22 миллиона. И ты таким образом можешь не платить арендную плату, и они не имеют права выселять тебя из дома. Hi, guys! Молния! Президент заявила при становлении эмиграции в США. О высоком уровне безработицы. Сегодня расскажу и покажу, что это будет значить для всех и что будет с лотереей Green Card. Погнали! Что касается статистики по заболеваемости. На данный момент в Америке 804 194 случая. Позитивная новость, пик пройден, и уровень заболеваемости и смерти идет на спад. Казалось бы, надо радоваться, но нет. В Америке появилась новая проблема. По данным авторитетного издания Washington Post, более 22 миллионов человек подали из частной пособия по безработице. С тех пор, как президент объявил ЧС в стране. Вот я, например, сейчас прохожу кафешку, видите, все закрыто. И, конечно же, малый бизнес терпит убытки. В том числе, вот, пожалуйста, салон красоты. Висит объявление, что дорогие наши посетители, видите, из-за коронавируса мы закрыты. Для Америки это, конечно, рекордные цифры, потому что все прошлые годы безработица, уровень безработицы падал, 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 падал. А сейчас произошел резкий отскок. И, да, вот 22 миллиона человек сейчас ждут выплат. И часть из них, конечно, уже получила. Но они сейчас на пособиях по безработице. На минуточку население Америки составляет 330 миллионов человек. Как эта ситуация вынуждает президента страны остановить поток иммигрантов из других стран в Америку? И что он будет делать? Об этом сейчас чуть позже расскажу. Действительно, многим компаниям пришлось закрыться. А те, кто работает и не закрывался, говорят о том, что продажи сильно упали. Уровень спроса тоже не растет. Поэтому они тоже, в свою очередь, терпят убытки. Вот, видите, прохожу кафешки, детский магазин очень хороший. Тоже все закрыто. Вот, видите, написано, что только доставка работает. Хотите заказать игрушки из этого магазина? Вы можете заказать только доставку. Как я уже говорила, на счета американцев поступают правительственные выплаты. То есть, 1200 на взрослого человека и 500 долларов на ребенка. А также в Калифорнии, да, губернатор распорядился выплачивать пособие по безработице 600 долларов в неделю. Более того, обстановка чрезвычайной ситуации в стране, она позволяет американцам сейчас не оплачивать аренд. То есть, достаточно написать письмо своему арендодателю о том, что ты потеряла работу или временно, да, твои доходы очень низкие. И ты таким образом можешь не платить арендную плату, и они не имеют права выселять тебя из дома. А то же самое касается ипотек, кредитов. Здесь полностью отсрочки. А вот здесь, в закрытом салоне красоты, ребята организовали продажи всяких санитайзеров, масок. Вот, пожалуйста, написано перчатки, маски, все, пожалуйста, у них есть в наличии. Смотрите, друзья, ну вот ребята сделали, санитайзеры продают, алкоголь, масочки есть. Правда, цены, да, видите, 2 доллара вот за такую вот одну маску, но хотя бы ее можно купить. Перчатки, здесь, соответственно, вот всякие дезинфекторы, все в наличии. На самом деле, это бывший салон красоты, ребята переквалифицировались, чтобы не терять вот какую-то рентную плату, и поэтому вот так вот пытаются выжить. Вот видите, да, я на кассе спросила девушку, она говорит, да, мы салон красоты, но таким образом пытаемся выжить. Видите, купила всяких санитайзеров, масок, потратила 40 долларов, но зато теперь у меня есть все в наличии. Но все равно люди переживают о будущем, уже сейчас американцы очень хотят выйти на работу. И именно поэтому в последние дни прошло очень много митингов по всей стране, в том числе в Калифорнии, в Вашингтоне, в Техасе, короче, во многих штатах. Люди выходили с плакатами примерно такого содержания, что умерло всего 43 тысячи, а без работы осталось 22 миллиона, и это страшнее. Поэтому они призывают как можно скорее прекратить карантин, вот эту вот изоляцию, чтобы все наконец уже открылось, и люди смогли выйти на работу. Ну вот видите, салон красоты тоже все закрыто, рабочие места пустоют, людей нет. Эти сокрушительные цифры по безработице, конечно, сейчас стимулируют максимально президент и правительство усилению всяких мер к открытию экономики. То есть недавно совершенно Трамп сказал, что давайте мы уже начнем работать, потому что нам нужна сильная экономика, без сильной экономики стране будет плохо. И после этого заявления они наделяют каждый штат полномочиями прекращать карантин. То есть в Калифорнии он может быть в одних числах. В Нью-Йорке, например, карантин продлили до 15 мая. У нас здесь пока таких новостей нету и так далее. То есть каждый штат сможет решить, какие у них цифры, какие показатели и когда можно людям будет выйти на работу. Но могу сказать, что не все люди потеряли работу. Кто-то работает дистанционно, работает в магазинах, в госучреждениях. Вот это я, например, сейчас прохожу стройку. Здесь ребята строят метро, станцию метро, да, новую. А стройка продолжается. Собственно, просто все сотрудники в масках. Ну вот сейчас покажу вам стройку поподробнее. Они здесь достраивают ветку метро. Видите, сыпется земля, то есть процесс идет. Собственно, тоннель копают. Люди есть тоже, машинки запаркованы. Просто работники, да, все в средствах защиты, но они не останавливали процесс. То же самое касается работников аптек, магазинов. Все на своих рабочих местах просто в средствах защиты. Дорожные, рабочие тоже все работают. Всякие экстренные службы, сантехники. То есть у людей, в принципе, есть работа. А вот смотрите, касса популярного клуба в Лос-Анджелесе. Они написали, Лос-Анджелес, оставайся в безопасности, мы скоро вернемся. В общем, конечно, все ждут, когда карантин уже закончится и смогут работать в полную силу. Очень многие кафе и рестораны сейчас ушли работать только на вынос. То есть можно зайти, взять с собой. Именно поэтому процветает доставка. Вот все эти машины, это не посетители, это люди, которые работают сейчас доставщиками. Некоторые мои подписчики тоже в Лос-Анджелесе работают сейчас доставки. И говорят, что в день реально заработать от 100 до 250 долларов. Вот, пожалуйста, молодой человек тоже из доставки. То есть примерно в месяц можно зарабатывать 3-4 тысячи долларов. Даже вот сейчас, в период пандемии, у этих людей есть работа. Но для этого просто они регистрируются в специальных приложениях. И, пожалуйста, вот приходят и работают. Думаю, что не стоит сомневаться, что экономика Америки очень быстро вынырнет из сложившейся ситуации. И, в общем, все вернется на круги своя. Понятно, что некоторые эксперты говорят о том, что отскок будет не таким быстрым. То есть если вот так вот завтра отменить карантин, то очень быстро там у людей не появятся рабочие места. Нужно на это определенное время. Более того, даже с открытием каких-то публичных мест люди могут до сих пор опасаться ходить. Например, в кафе и рестораны. Некоторые ходить в офисы. Смотрите, жилой дом и раз, два, три почтовые машины. Действительно, сейчас люди очень много пользуются Почтой Америки. Доставка там, посылочки всякие, письма. Вот видите, классическая американская почтовая машинка. Она, кстати, электрическая. И внутри очень много писем. Руль, кстати, справа, да, видите, для удобства водителя. Короче, сейчас идет такой хороший набор сотрудников Почты Америки. Зарплата у них невысокая, но, как понимаете, загрузка есть. А теперь, ребята, главные новости. Остановка эмиграции в США. Что это значит и что будет дальше? Кто бы мог подумать, что вечером в официальном твиттере президента выйдет вот такое сообщение. Цитирую. Во-первых, хочу сказать, что твиттер президента, либо каких-то госорганов в Америке считается официальным источником. Да, вот хотите верьте, хотите нет, но это социальная сеть, и цитирование ее здесь считается официальной информацией. Так вот, в связи с этим растущим уровнем безработицы президент делает вот такое вот заявление, пока это личная инициатива, о прекращении эмиграции в США. То есть он говорит о том, что рабочих мест сейчас для американцев не хватает, то есть уровень безработицы, он огромный. И люди, которые будут приезжать в страну, которым нужны будут тоже рабочие места, сейчас Америке не нужны. Президент подчеркивает в своем сообщении, что это временная ситуация. То есть даже если они закроют эмиграцию, может быть, это будет на полгода, на несколько месяцев, либо на год. Об этом мы узнаем чуть позже. Пока это его личная инициатива, и еще предстоит рассмотрение вот этой возможности на всех этапах. Поэтому, как только будет информация, я обязательно буду держать вас в курсе. Поэтому, ребятки, прямо сейчас подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Могу сказать, что первые звоночки по ужесточению эмиграции начались тогда, когда они огласили, что все квоты по рабочим визам H1B, которых выдается определенное количество в год на весь мир, что все эти квоты на 2021 год закончены, и нового набора не будет. То есть если будут набираться какие-то новые специалисты, то это будет делаться по другим типам виз, которые, как вы понимаете, тоже получить достаточно непросто. Это, кстати, друзья школы, видите, все пусто. Школьники уже который месяц просто на вынужденных каникулах находятся. И американцы говорят, что сейчас, как только карантин закончится, школьники выйдут, даже несмотря на то, что будет лето, потому что программа не была пройдена до конца. Итак, вы меня спрашивали про Диви Лоттери, рассказываю. 13 апреля в официальном, опять-таки, твиттер-аккаунте Бюро консульских дел появился вот такой твит, где было сказано, что предстоит задержка оглашения результата в Диви Лоттери, и с 5 мая она переезжает на 6 июня. При этом маленькая ремарка, где написано, что вот эта задержка объявления результатов никак не повлияет потом на обработку уже анкет победителей и выдачи и оформления для них грин карты. Что я могу сказать? Я зашла на их официальный сайт, там пока о задержке ничего не сказано, там до сих пор стоит дата 5 мая, и пока обновления никакого не видно. Я знаю, что многие из вас волнуются и ждут оглашения результатов, поэтому, ребят, я предлагаю следить за твиттер-аккаунтом, смотреть, какая там свежая информация будет, смотреть, какая информация будет на сайте, и, конечно же, сейчас везде, в принципе, задержки, все, что касается интервью, всяких заявок, я уже не говорю о выдаче любых типов виз, поэтому, мне кажется, просто надо отнестись с пониманием, и в любом случае попробовать 5 мая зайти на сайт, посмотреть, может быть, там что-то будет, либо если отправят уже до 6 июня, ну, 6 июня подождать еще месяц, а потом уже проверить статус своей заявки. Ну что, друзья, это были все самые свежие новости для вас на сегодня. Не забывайте подписываться на канал, заглядывайте ко мне в Инстаграм, там каждый день сториз из Лос-Анджелеса. Ну и берегите себя и своих близких, ребята, и увидимся в новых роликах. Bye, guys!